У вас когда-нибудь возникало чувство, что вы всю жизнь не можете побыть наедине? В школе, на работе, нам так или иначе приходится сталкиваться с социумом, и на данный момент это неотъемлемая часть жизни. Дружба, любовь и ненависть. Ко всему этому мы привыкли, и конечно же мы хотим, чтобы люди в основном нас любили. Но, как вы думаете, что отличает тех, кого мы любим, и тех, кого мы ненавидим? Правильно, наши отношения к ним. И если вы хотите окружить себя хорошими людьми, станьте в первую очередь хорошим человеком для себя, и для тех, кто будет с вами рядом. К сожалению, или к счастью, как бы вы ни старались, все люди не смогут вас любить. В чьей-то истории вы все равно останетесь мудаком, и это нормально. Но, конечно же, наш шанс на успех в жизни и наш уровень счастья напрямую зависит от того, насколько хорошо мы нравимся людям. Ведь все мы хотим стать счастливыми. Успех многих в карьерной лестнице зависит от того, нравятся ли они окружающим. На работе босс, который вас не любит по личным причинам, вряд ли будет к вам нисходителен. А любовь. Все мы хотим нормальных отношений, и любовь какая-то никакая будет у всех. Но всегда мы хочем хороших отношений и хороших друзей, которые нас не обманут и не предадут. Но сможете ли вы предать человека? Быть хорошим человеком важно по нескольким причинам. Во-первых, хорошие люди создают положительную и дружелюбную атмосферу вокруг себя. Они обычно относятся к другим с уважением и заботой, что помогает улучшить отношения между людьми. Таким образом, хорошие люди способствуют созданию гармоничного общества. Во-вторых, хорошие люди обычно привлекают к себе больше друзей и уважения. Когда вы относитесь к другим с уважением и заботой, то сами получаете это взаимно. Таким образом, быть хорошим человеком помогает установить хорошие отношения с другими людьми. В-третьих, хорошие люди обычно достигают больших успехов в жизни. Они могут легче находить работу, получать повышение и успешно заводить новые деловые отношения. В конечном счете, хорошее отношение к другим людям способствует лучшей самореализации и увеличивает шансы на достижение личных и профессиональных целей. В целом, быть хорошим человеком не только полезно для других людей, но и для себя. Это помогает установить хорошие отношения, достигнуть успеха и создать более гармоничное и дружелюбное общество. Так что, давайте же разберем, как нравятся людям и как в их глазах быть хорошим и классным человеком. Ну и, во-первых, хорошим человеком вы должны стать для себя, так как самое главное в нашей жизни – это чистая совесть. Для того, чтобы нравиться людям, в первую очередь нужно производить на них впечатление. А оно напрямую зависит от ваших поступков и того, как вы общаетесь с ними или с окружающими людьми. То есть, коммуникабельность. Коммуникабельность – это способ успешно общаться с людьми и устанавливать контакт с окружающими людьми. Это включает в себя умение слушать и говорить и понимать других людей, а также умение эффективно передавать свои мысли и идеи. Долго останавливаться мы на этом пункте не будем, так как мое прошлое видео как раз было об этом. Помимо коммуникабельности, как я только что и упоминал, хорошее впечатление на людей производят ваши поступки. Поступки считаются более значимыми, чем слова, потому что они демонстрируют истинное намерение и характер человека. Когда мы делаем что-то, мы проявляем наши убеждения и ценности в действии, а не просто говорим о них. Кроме того, наши поступки оказывают реальное влияние на окружающих и могут вносить практически изменения в мир. Слова могут быть обманчивыми и не всегда отражают истинное намерение, а поступки являются более надежным показателем человеческого характера и намерений. Но если вы хотите, чтобы люди вас искренне ценили, то также максимально искренне относитесь к ним. А особенно это касается поступков. Не стоит делать поступков для вида. Делайте так, чтобы было искренне. Для того, чтобы произвести хорошее впечатление на людей, стоит лишь доброго отношения к другим людям, то есть уважительного отношения, например, к официанту. Также доброта к окружающим, например, помочь перейти бабушке дорогу или накормить бездомную кошечку или собачку. Ну и, конечно же, проявление внимания и чувственности. Подарить цветочек и выслушать человека. Со своего опыта я заметил, что вам достаточно нескольких раз поговорить с человеком по душам, чтобы вы ему понравились. Пункт, без которого все предыдущие советы будут бесполезны, а именно искренность. Не стоит из кожи вон лезть, чтобы показаться хорошим человеком. Все, что вы делаете по отношению к окружающим, делайте искренне. Если любите человека, делайте это искренне. Если дарите что-то, делайте это с душой и без лишних сомнений. Проще сказать, чтобы вы понравились людям, стоит быть хорошим человеком. Но для того, чтобы им стать, стоит не носить маску доброты, а стоит просто стать честным, добрым, воспитанным, порядочным и заиметь уважение к остальным людям. И запомните, если вы оденете маску, будет два исхода. Либо вы будете носить ее до того момента, пока не потеряете себя, или до того момента, как не услышите фразу «Я знал тебя другим», что будет значить о том, что полюбили вашу маску, а не вас самих. К сожалению, плохие люди будут всегда. Если вы чувствуете, что вы один из них, либо еще не освоили до конца вышеупомянутые факты, но вы все же хотите производить хорошее впечатление на других людей, то вам точно стоит стать опрятным и начать хорошо выглядеть. Даже если бы каким бы вы хорошим человеком ни были, все равно первое впечатление очень важно. Поэтому позаботьтесь о нем. Как бы там ни кричали, что это не так, это правда во века. Встречают по одежке, а провожают по уму. Поэтому стоит держать баланс между этим. Для того, чтобы быть опрятным, не нужно прилагать много усилий. Стоит просто придерживаться банальной гигиены, по типу регулярного принятия душа, и следить за своей одеждой, чтобы она плюс-минус подходила вам, была поглаженной и чистой. Ну и как я сказал чуть ранее, ум. Вы можете сколько угодно оказаться хорошим человеком, но если дело дойдет до диалога или решения проблем, а вы в этом плане окажетесь не самым дальновидным человеком, то все вышесказанное максимум сможет смягчить ваш провал. В целом, стать хорошим человеком требует постоянной работы над собой, уважения к другим людям и желания помогать им. Но если вы будете следовать этим советам, то вы сможете стать лучше и сделать мир вокруг себя более гармоничным и добрым. Эта тема в целом довольно коварный вопрос, который таит в себе много изъянов, но главное, что стоит запомнить, это будьте добрыми, слушайте и понимайте своего собеседника, помогайте другим людям, будьте честными, воспитанными, умными и порядными. Это не значит, что вам стоит быть дофига хорошим, даже за самым неподобающим поведением должен быть рюкзак с хорошими манерами. А на этом всё. Если вы хотите увидеть вторую часть, то обязательно подпишитесь на канал и запомните, что помощь может прийти даже от самых неожиданных людей. Оставайтесь хорошими, но не пляшите всю жизнь под чью-то дудку. Хорошего тебе дня и пока. Ляпс.